Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Оксана, и я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня речь пойдет о том, можно ли укоренить почку крупнолистной гортензии или маленький росток. Часто бывает так, что при транспортировке или вы случайно задели и обломили вот так макушечку, ну или какая-то одна почка отломалась. То есть вот сейчас я сортирую растение и смотрю, в опилках вот лежит вот такая почечка. Бывает, что почечка настолько завяла, что кажется какой-то безжизненной. Тут трудно посмотреть, живое оно или нет, но я все это аккуратненько собираю и сейчас покажу, что буду делать дальше. Вот такое количество почек у меня образовалось. Часть из них прям отломилась непосредственно от макушки. Часть получается обломилась от стволика, то есть у них нет такой как бы концевой точки. И одна почка прям совсем-совсем засохла. В любом случае на всем этом и проведем эксперимент по укоренению. Наливаем воды. Можно взять талую воду, можно взять воду из-под фильтра. Туда должна быть прохладная, нетеплая. Закрываем и убираем в холодильник для того, чтобы растения напитались влагой. Посмотрим, что произойдет через 12 часов. Итак, наше растение прошло чуть больше 12 часов, практически сутки. Вот наступил вечер, я их достала. Ну вот эти вообще прям огромные напитались. Вот тоже вот здесь такая была полузасохшая почка листочек. Смотрю, разворачиваю, ничего так вроде на вид живы. И у них, несмотря на то, что вот такие краешки подсохшие, ничего страшного. Ну а кто видел и помнит вот эту почку, вот посмотрите, какая была прям засохшая-засохшая и уже прям живая. Вот я даже не верила, что она наберет влаги. Вот это вот совсем тоже малышка-почка. Вот такой результат за сутки уже прям они неузнаваемые. Вот когда непосредственно макушечная такая часть отламывается, она вот как бы как с пяточкой получается. И здесь внутри сразу вот листик, внутри тоже розеточка вот этих почек. А вот эту часть отломилась как бы от ростка, от ветки. То есть вот видите, эта часть немножечко так, ну как бы не сказать, подгнила, но не знаю. Посмотрим, как будет укореняться. По поводу вот таких у меня вообще вопросов не возникает. Я знаю, что укоренятся, а вот когда вот так обламывается, ну ничего не могу сказать. Вот и даже вот-вот-вот какой малыш тоже, тоже пойдет, пойдет на укоренение. Еще принесла двоих. Вот, вот этот такой же, как вчера был вялый, тоже положу. А это вообще, вот я знаете, как я, мне кажется, в лупу можно смотреть. Видите, кочка. Тоже положу. Эти я сейчас вытащу. Вот, а эти пусть пока плавают. Сейчас покажу, как их укоренять. Итак, для укоренения нам потребуется емкость. У меня в данном случае БУ из-под салата. Если вы берете БУ-тару для укоренения во влажной среде, обязательно ее очень тщательно мойте. Не берите из-под кисломолочных продуктов, такие полубумажные стаканчики, потому что там практически нереально вымыть вот эти все грибки и бактерии. Так что тару, если берете для укоренения во влажной среде, лучше брать вот такую, ну, с жестким пластиком. Хорошо тщательно мойте. Если есть возможность, конечно, лучше взять свеженький стаканчик. У меня вот это прям чистенькая такая. Значит, торф у меня легкий субстрат. Посмотрите, он не мокрый, но и не сухой. Не хочу пачкать руки, я его сбрызнула хорошо. Надеюсь, вам видно. Вот, он вообще не вот, ну, не залитый, скажем так. Но я его сбрызнула, и вот он такой вот влажненький. Видите, сколько внутри вот воздуха, то есть воздухопроницаемый грунт. Так, далее. Вот наши почки. Давайте их еще посмотрим. Вот эти почечки и росточки. Ну, вот это тот, который был такой совсем сухой. Смотрите, он прям листик так распушился весь. Вот. Разный. Вот эту приносила последний. Или вот эту. Ну, то есть, видите, что-то уже на что-то даже похоже. Вот, по-моему, вот эти две я последние приносила. Эти прям вообще распушились. В пору сажать большие. Вот эта почка немножечко, она такая приплюснутая, и вот сам листик такой как бы немножечко, чуть-чуть гнилой, мне кажется. Ну, может подсохший. Вот. Тот росточек, который был отломлен, вот у него как бы зарубцевалась его эта часть, и я бы сказала, что это не гнилое, а ну так вот как бы зарубцованное. В основном все выглядит очень даже хорошо. Раскладываем почки вот прям непосредственно вот так на грунт. Я не использую корневин. Я просто вот так аккуратненько раскладываю эти ростки. Если корневин вы используете, можно взять укоренит. У него внутри добавлен уголь. Вот. И то есть, как бы он препятствует загниванию. Очень часто люди вот глубоко вот эту ножку прям втыкают в землю, и там происходит гнилостный процесс, и поэтому укоренение у многих не получается. Раскладываю почки по поверхности. Вот смотрите, какая большая, прям огромная цветочная такая почка. Я пробовала в прошлом году, поэтому я в результате уверена. Ну, хотя ни в чем нельзя быть уверена. Смотрите, какой маленький кладу. И вот последний. Вот. Ни в чем до конца нельзя, конечно, быть уверена, но результат у меня был, поэтому я делаю по аналогии. Вот. Разложила аккуратненько. Прям чуть не дыша. Все. Далее создаем влажные условия. То есть, берем пакетик. Не берите бэушные пакетики из-под хлеба. Опять же, из-за того, что там могут быть какие-то споры грибков, которые потом могут погубить наши ростки. То есть, вы берете пакетик, ставите, слегка завязываете. Либо прикрываете крышечкой, которая у вас есть от этого контейнера. Если вы закрыли крышечкой, периодически, каждый день, чуть вот так вот придется вам вот так приоткрывать. Если у вас есть уже какой-то контейнер, в котором укореняются растения, можете просто поставить вот эту баночку в этот контейнер. То есть, там есть влажная среда, тепло. Вот. И просто вот так она там будет стоять. Увлажнение или легкое опрыскивание можно делать через день. То есть, слегка приоткрыли, чуть сбрызнули. То есть, внутри в контейнере сохраняется влага. Она больше как в воздухе витает. И наши с вами череночки, они не лежат в болоте. Мы их не поливаем, а чуть-чуть сверху увлажняем. И там получается такой микроклимат. Ну, а я сделаю вот так рукой. И покажу вам результат трехнедельной работы. Три недели назад я получала другие гортензии. И у них тоже были у некоторых отломаны почки. Точно так же, подержав в холодной воде и положив сверху по поверхности грунта, вот такой результат мы получаем. Вот. Они еще не до конца, значит, своими корешками зацепились за грунт. Вот. Лежат они очень так вот нежно сверху. Видите, корни. Вот. Тоже были очень-очень маленькие. Ну, и сейчас, конечно, небольшие. Вот. Лежат. Видите, какая малышка-малышка. Все они живые. Видно, что даже не у всех есть корни, но они абсолютно живые. И скоро-скоро вот из этого утолщения корешочки у нас образуются. Вот. 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 Видно. Вон там корешочек. Вот. Далее, когда уже тут появятся корешки, вот пока они здесь все стоят тоже в этом контейнере, в этих условиях. Далее, когда корешочки будут побольше, уже будем рассаживать по отдельным квартиркам. Видите, торф такой здесь тоже рыхлый-рыхлый. Вот. Обратите внимание, вот это зеленое, это вот образуются водоросли на перлите из-за высокой влажности. Можно чуть-чуть вот так слегка подрыхливать грунт. Так что, друзья, если в дороге случайно отломилась почка, или вы сами задели побег у крупнолистной, быть может, таким способом вы захотите размножить гортензию, ничего сложного в этом нет. Пробуйте, экспериментируйте, все у вас получится. Ну, а на этом я буду заканчивать свой ролик. Рада была быть вам полезной. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. И всем пока-пока.